Что касается сейчас транспортной ситуации и дорожных условий в Москве, то она, конечно, изменилась в последние два года, и мы видим, что появились новые парковки платные. И я думаю, что это, конечно, неплохо, с одной стороны, но с другой стороны, нехватка мест. Если вы предоставляете платные парковки, то тогда нужно понимать, что количество транспорта не соответствует парковочным местам, и тогда нужны какие-то дополнительные парковки, как, я не знаю, строить новые парковки рядом, или нужно что-то делать, потому что из-за того, что у тебя 10 парковочных мест, а ты подъезжаешь, тебе некуда припарковаться, и из-за этого ты опаздываешь на работу или в больницу, или еще куда-то, ты ставишь свою машину на просто свободное место рядом с тротуаром, ее эвакуируют, и потом ты получаешь штраф в 3000 рублей, это, конечно, неправильно. То есть все должно быть постепенно. Если вы вводите такие штрафы, то они должны соответствовать парковочным местам. Если не хватает парковок, значит, нужно вводить какие-то более лояльные условия для водителей. И что касается камер, видеокамер сейчас, да, у нас сделали выделенную полосу для транспорта, для такси и автобусов. Но, опять же, не учитывают, что поток машин не изменился. Если забирают одну полосу у автомобилистов, то вопрос с пробками, он не решается. Но камеры вешают каждые 100 метров, и больше 80 километров тебе также приходит штраф. То есть это тоже неправильно с одной стороны. Если вы вводите штрафы дополнительные, то, естественно, должны соответствовать дорожные условия этим штрафам. Продолжение следует... Продолжение следует...